Пытались решить вопрос мирным путем. Конечно, нас никто не выслушал в театре. Нигде так не относятся, как в Кырестане к артистам балета. Нам выражали статьей, что уволим вас со статьей, и вы никогда работы не найдете. Ну, если вы столько лет на эти гроши работали, да, скажем так, и не возникали, ну, когда-то это должно было. У нас проводится коммерческий спектакль уже очень много лет. И нам, артистам, ничего за это не платили, не доплачивали. Нам все время говорили, ну, вы должны танцевать, вы обязаны танцевать. В общем, это ваша работа. Решились очень, так скажем, спонтанно, потому что мы думали, что с нами руководство договорится, что-то сделают, какой-то будет отклик на наше письмо, то, что мы написали. Но ничего этого не было. Многие наши ребята ждали до конца. Мы патриоты. У нас есть возможность, у нас есть возможность, нас приглашают. Та же Россия нас ждет, загранили куда-то дальше. Но мы хотим здесь работать. Мы уже на протяжении 10 лет сами себя обеспечиваем полностью. То есть полностью обувь, полностью где-то на костюмы, на конкурсы мы едем за свой счет оплачиваем. Полностью там какие-то поездки, все мы берем на себя. При этом получаем от 8 до 12 тысяч. Декорации устаревшие не меняются вообще абсолютно. Костюмы устаревшие и вот в итоге плачевное состояние. Были такие ситуации, когда наше руководство театра им запрещало заходить в балетный зал и репетировать под предлогом того, что вы жгете свет, тратите деньги театра. У нас нету, например, менеджмента, нету рекламы, элементарно нет рекламы. Например, приезжают за границей артисты, висят огромные баннеры. А на наших артистов уже даже перестали писать имена, кто танцует. Конечно, угрожали. У нас у некоторых наверняка есть видеозаписи, когда нам говорят, что правоохранительные органы с вами по-другому будут разговаривать, что это все дойдет до суда. Стали говорить, что ребята выходят в националистических, во-первых, да, была ложная такая информация, они запустили, что они против русских солистов из Москвы. Это была ложь. Нам открыто дали понять, вы молчите, ничего у вас не получится, мы здесь главные, мы здесь хозяин, мы будем делать все, что мы хотим. Мы везде, во все двери стучимся, куда только они обращаются, но так и четкого ответа, либо какой-то помощи до сих пор нет. Они сейчас нам говорят, что они справятся, и было время, когда работали четыре артиста, ну, у нас пятеро было или четверо, и на этом они репертуар вывозили. Но он забыл, кто это вывозил, это как раз таки вот, кто сейчас ушел, они и танцевали. Везде признается наша правота, наши действия, но отношение не изменилось никак. В самом театре отношение просто даже ухудшилось.